Привет! Вы на канале Вселенная Beautiful World. Это проект географии России. Меня зовут Евгений. И сегодня мы с вами совершим настоящее путешествие во времени, для того, чтобы познакомиться с Донским краем. Вся территория, на которой сегодня расположены малые и большие города, хутора и станицы Ростовской области в древности имела множество названий. Так, греки именовали ее Скифией, римляне Сцитией, днепровские русы величали ее Хазарией. В летописях, датированных XIV-XV веком, она упоминается как дикое поле. И лишь во времена Ивана Грозного в обиходе появляется дошедшее до нас историческое название, обозначавшее владение казаков – Дон. Касаясь столь обширного вопроса, как история Ростовской области, необходимо начать с поселений Каменного века. Да-да, именно Каменного века, так как следы стоянок первых древних людей обнаружены на всем протяжении реки Дон. Возраст наиболее ранних находок ученые датируют двумя миллионами лет назад. Именно в этот период, по их мнению, на берегах реки Дон появились первые поселения древних людей. Находки артефактов, относящихся к более позднему времени, периода так называемой «ошельской культуры», получившей распространение примерно 100-150 тысяч лет назад, свидетельствуют о том, что жители этого края добывали себе пропитание исключительно охотой, рыболовством и собирательством. Охотники в период среднего палеолита – это 40-50 тысяч лет на нашей эры. Хотя и характеризуются значительным улучшением орудий труда, тем не менее свидетельствуют о том, что главным источником существования жителей этой эпохи оставалась охота. Раскопки показывают, что добычей первобытных людей становились бизоны, гигантские олени, лошади, медведи и даже львы, водившиеся тогда на берегах Дона. В те давние времена жители Донского края вели оседлый образ жизни. Селились родовыми группами, что значительно упрощало процесс охоты. Кочевниками они стали намного позже, когда в связи с климатическими условиями большинство животных ушло на север. К этому периоду относятся и наиболее ранние из найденных магических статуэток животных и людей, свидетельствующие о зарождении ранних примитивных форм религии. В начале нашей эры на территории Ростовской области были построены два города – Танаис и Кремны, являвшиеся греческими колониями. Кроме того, в этот же период значительные земли по берегам Дона принадлежали древнему Боспорскому царству, жители которого еще в первом веке нашей эры имели представление о христианстве, благодаря общению с высланными в их края из Рима последователями евангельского учения. Пребывали они в качестве государственных преступников, однако это не мешало им вести проповедческую и миссионерскую деятельность среди местного населения. В более поздние периоды территорию, прилегающую к Дону, заселяли скифы, кемерийцы, алланы и ряд других народов. Все они оставили след в истории. В большинстве археологических находок свидетельствуют о том, что у них была развита культура и ремесло. Однако под натиском кочевых племен, которые пришли с Востока в начале нашей эры, древние города пали. Некогда цветущий край на долгие века превратился в кочевую степь. История Средневековья начинается в IV столетии, после того, как пустовавший несколько веков край был заселен сначала аварами, а затем вытеснившими их хазарами, которые построили крепость Саркел. И далее на протяжении всего Средневековья берега Дона становились ареной постоянных сражений между кочевыми племенами, оспаривавшими между собой этот благодатный край. Хазары были вытеснены русской дружиной, но они также не удержали эту территорию. На смену русским пришли печенеги, а печенега в свою очередь подвинули половцы. Так продолжалось из века в век, пока в XIII веке на территорию Донского края не пришла Золотая Орда. Золотая Орда Через столетия в результате крайнего ослабления Золотой Орды значительную часть побережья Азовского моря, а также Северное Причерноморье захватила Османская империя. Построенный татарами город Азак они переименовали в Азов и превратили в неприступную крепость, борьба за которую растянулась на несколько столетий. Тогда же там появляются первые поселения вольных людей, которые бежали от произвола властей. Именно с них и начинается Донское казачество. Большую роль в ней сыграл православный магнат польского происхождения Дмитрий Иванович Вишневецкий, построивший за свои деньги ряд крепостей, одна из которых, Черкасск, стала столицей Донского казачества. Столетия спустя на Дону появились три небольших города, построенные казаками и получившие статус административных центров – Маныч, Митякин и Раздоры. Поскольку на эти земли власть московских князей не распространялась, из раздрозненных казачьих групп, представлявших собой на первых порах стихийную вольницу, вскоре формируется военно-политическая организация, получившая название «Гойско-Донское». Построена она была на принципах подлинной демократии и строгой дисциплины. Все должности являлись выборными, а приказ атамана становился для всех законом. Высшим органом власти являлся Круг – общевойсковой совет, собиравшийся регулярно в Черкасске, столице казачьего государства. Перейдя под скипетры московских царей, казаки являют собой замкнутое военно-служивое сословие. У них было больше привилегий, чем у остальных россиян. Они были освобождены от уплаты податей, избавлены от разного рода повинностей и, вопреки указам Петра I, получили право носить одежду прежнего покроя. Как ни противились тому казаки, но со временем они были включены в состав вооруженных сил Российской империи на правах регулярного войска и принимали участие во всех последующих войнах. В 1749 году по указу императрицы Екатерины II на правом берегу Дона возле места впадения в нее реки Тимирник была построена таможенная застава, а несколько позже – крепость, именованная в честь святого Дмитрия Ростовского. Она дала начало городу, образовавшемуся из окружавших ее предместий и получившему название Ростов-на-Дону. В начале следующего века столица Донского казачьего войска переехала в новый, заложенный по инициативе атамана Матвея Платова город Новочеркасск. Весьма показательная статистика тех лет, свидетельствующая о необычайно быстром приросте населения края. Согласно имеющимся данным, на рубеже XVIII и XIX века численность казаков не превышала 225 тысяч человек, тогда как через полвека она увеличилась более чем в три раза и достигла 775 тысяч. В XIX веке основным военно-административным центром Донского казачества стал город Новочеркасск. Тогда как второй по величине город Ростов-на-Дону приобрел черты крупного торгово-промышленного центра. Указом Николая I от 1835 года вся территория края была поделена на 7 округов. В январе 1870 года было обнародовано постановление правительственного сената, на основании которого вошло в употребление новое название края – область войска Донского. Сохранившаяся вплоть до 1918 года. С середины XIX века в результате резкого прироста населения стали появляться поселения нового типа – хутора, состоявшие из одного, реже нескольких дворов с обособленным хозяйством. К концу века их количество достигло 1820 единиц. Основной сельскохозяйственной культурой, выращиваемой хуторянами, а также с жителями казачьих станиц-поселений, включавших в себя значительное количество дворов, была пшеница, поставляемая как на внутренний, так и на внешний рынок. История Донского казачества в XX веке полна поистине драматических страниц. Вскоре после Октябрьского переворота власть на берегах Дона захватили большевики и провозгласили создание Донской Советской Республики. Однако просуществовала она меньше года и после своего падения в сентябре 1918 года уступила место новому самостоятельному государству – Всевеликому войску Донскому, образованному на основании постановления Воскового круга. Гражданская война на Дону имела особый, тяжелый и кровопролитный характер, поскольку этот край стал одним из центров белого движения. И именно здесь во многом решалась судьба будущей России. После разгрома белогвардейцев и установления советской власти Всевеликое войско Донское прекратило свое существование, и край был переименован в Донскую область, центром которой стал город Ростов-на-Дону. В этот период на казаков опрушилось множество невзгод. Основная их часть стала жертвами репрессий, проводимых органами новой власти. Те жизни, кому довелось пережить кампании по раскулачиванию и расказачиванию, были навсегда вырваны из привычного им уклада жизни и обречены на нищенское существование. Немало интересных фактов содержит в себе история Ростовской области времен Великой Отечественной войны. Известно, что составляя свой пресловутый план Барбаросса, Гитлер особое внимание уделял военным действиям в южных районах Советского Союза. Существенная роль отводилась в нем взятию Ростова-на-Дону, поскольку он являлся своего рода воротами Кавказа. Глава Третьего рейха был до такой степени уверен в успехе намеченной операции, что еще до начала боевых действий приказал чеканить из бронзы медали за взятие Ростова. На выполнение приказа фюрера было брошено 13 дивизий, среди которых находился и итальянский экспедиционный корпус. В период с октября 1941 по август 1943 года Ростовская область, Ростов-на-Дону, а также вся прилегающая территория стали ареной ожесточенных боев. За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых операций тех лет, 11 советских воинских частей и соединений получили звание Донских. В их число вошли пехотные, артиллерийские, танковые и военно-воздушные подразделения. Друзья, на этом я заканчиваю, но это была только малая часть всей большой истории Донского края. Для того, чтобы узнать больше, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, нажимайте колокольчик, обязательно нажимайте, чтобы не пропустить новые выпуски, где мы расскажем еще больше истории, покажем вам интересные места. А я с вами сегодня прощаюсь, но говорю до новых встреч. Пока!